Может ли помощь Украине подорвать экономику США, подводные камни возвращений Крыма и премия самым невезучим домашним животным? Привет, это Екатерина Воропа и канал Объектив. Тут мы каждый день читаем СМИ со всего мира и рассказываем вам, что пишут зарубежные эксперты и аналитики. Ну а сегодня будет еще кое-что интересное. В 9 вечера по Москве у нас на канале пройдет традиционный ежемесячный стрим с Максимом Кацем. Будем отвечать на ваши вопросы и собирать донаты на работу канала в октябре. Поговорим и про вчерашние дебаты с представителями ФБК в аудиокомнате в Твиттере. Так что обязательно приходите. Ну а теперь начинаю. Одним из главных камней преткновения войны стал Крым. Украина намерена его вернуть. Запад не хочет, чтобы их ракетами его атаковали. Ну, Путина боятся. А Путин превратил полуостров в символ собственной безнаказанности, ну и в какой-то мере беспомощности Запада. Ну а кроме трудностей внешнеполитических есть и трудности процедуры возвращения Крыма Украине. Сейчас разберемся, почему диоккупация полуострова может стать для Украины проблемой. А поможет мне в этом статья британского политолога Марка Галлиотти в The Times. Как пишет Галлиотти, для Украины Крым – одна из основных целей войны и решающий фактор для победы. Именно поэтому в последние месяцы Киев активизировал атаки на полуостров. Как считают украинские военные, если Россия потеряет Крым, это станет значимым ударом и для ее армии, и для руководства. Российские войска впадут в панику, а в Москве могут и на переговоры пойти. Однако, несмотря на амбициозные планы Украины, возвращение Крыма затягивается. Когда контрнаступление только началось, украинские чиновники и военные обещали отбить полуостров уже в этом году. Но по мере медленного продвижения на фронте их оптимизм уменьшился. Несмотря на активизацию ударов высыл по полуострову, Крым до сих пор не отрезан от материковой России, как это планировалось. Без этого невозможно изолировать там российские войска. Это значит, что Путин не отступит из Крыма, как когда-то из окруженного Херсона. В целом он не отступит и по политическим причинам. Херсон для Путина не обладал такой значимостью, как Крым. За полуостров, по мнению Галиотти, Путин будет биться до конца. А Украине будет недостаточно просто вернуть Крым военным путем, считает Галиотти. Даже если это и удастся сделать, перед Киевом сразу же встанет более сложная задача – эффективно реинтегрировать полуостров и его жителей. А комплексного плана и конкретных шагов реинтеграции Украины, по всей видимости, нет. Дальше возвращение полуострова в Киеве, как считает Галиотти, серьезно пока не заглядывали. О том, что этот момент Украине стоит тщательнее продумать, говорят и на Западе. Союзники Киева предупреждают, что разрабатывать план по реинтеграции более 2 миллионов человек нужно уже сейчас. Тем более, что многие из них считают себя русскими. Галиотти пишет, что нынешние планы некоторых украинских чиновников по Крыму выглядят нереальными. Например, кто-то говорит, что нужно искоренить все русское на полуострове – от языка до культуры. Другие предлагают аннулировать все сделки по купли-продаже имущества, которые совершили после 2014-го. Кто-то предлагает запретить голосовать некоторым категориям жителей. Политические лозунги – это, может, и эффективные, хотя, по-моему, не особо этичные. Но реальность интеграции Крыма будет сложнее. Если Украина вернет себе Крым, часть пророссийских жителей предпочтут уехать в Россию. Особенно, если они поверят в упомянутые планы украинских чиновников. Казалось бы, останутся только лояльные Украине крымчане, и вопрос реинтеграции будто бы закрыт. Но это не так. Ведь массовый отъезд жителей – это серьезная проблема. Чем больше крымчан покинут полуостров, тем сложнее Украине будет поддерживать работу инфраструктуры, государственных и других служб. Чтобы сохранить порядок и нормальную жизнь в Крыму, Украине придется отправить туда своих государственных служащих и полицейских. Ну и, видимо, много. И это тоже проблема. Во-первых, госслужбы и ведомства в самой Украине будут сильно перегружены из-за недостатка людей. А во-вторых, такое вот привлечение правительства извне может не понравиться крымчанам, даже суперпроукраинским. Галлиотти считает, что у них может возникнуть ощущение, что их не освободили, а подчинили какой-то другой, чужой, испущенной сверху администрации. Как отмечают эксперты, такое часто случается в обществах при постконфликтном урегулировании. Да и Кремль не применет воспользоваться такими настроениями. Крым остается болезненной темой для Украины. Никто даже не обсуждает других вариантов, кроме как полноценного возвращения полуострова. И в целом понятно почему. Однако среди ряда западных чиновников, по словам Галлиотти, ходят разговоры, что Украине стоит рассматривать Крым как разменную карту и предмет торгов в возможных переговорах. Многие из западных чиновников считают демилитаризацию Крыма, который по-прежнему будет принадлежать России, более реальным вариантом развития событий, чем его возвращение Украине. Также потенциальным вариантом решения проблемы считают проведение нового референдума, где жители сами решат, какого будущего они хотят для полуострова. А если Украине удастся вернуть Крым военным путем, это будет только начало долгого процесса реинтеграции. Что вы думаете об этом, можно по традиции написать в комментарии. Комментарии помогают нашему ролику быть более заметным в Ютубе, но нам можно помочь и по-другому. Например, стать нашим спонсором. Мы существуем только на доходы с рекламой и ваши пожертвования. У нас много уровней спонсорства, на любой вкус и кошелек. В благодарность мы пригласим вас в чаты. Там можно пообщаться с единомышленниками и с редакцией и задать вопросы мне и Насте. Для самых щедрых спонсоров мы проводим созвон с командой. Жду вас там. И спасибо тем, кто уже нас поддерживает. Конгресс США не включил в новый бюджет военную помощь Украине. Хотя новый пакет помощи призывал одобрить лично Байден. Представляете, можно президента не слушать. Вообще, вчера Конгресс США еле-еле избежал шатдауна. Если бы они не утвердили временный бюджет на 45 дней, под угрозой оказалась бы работа многих бюджетников и госслужащих. Вместе с ними приостановилась бы и работа федерального правительства. А в чем, собственно, проблема? Почему в бюджет не включили новый пакет помощи Киеву? Дело в том, что республиканцы считают, что США тратят слишком много денег на Киев, а могли бы потратить на себя, на Америку. Но действительно ли Штаты много тратят? Правда ли помощь Киеву вредит экономике США? Разберемся в этом вместе с Вашингтон-Пост. В общей сложности Вашингтон передал Киеву помощи на 66 лярдов долларов. Большая часть этих денег – оружие и инвестиции в оружие. Но есть и экономическая поддержка, и гуманитарная помощь, те же генераторы. Так что они ракетами едиными. Вообще сумма огромная. Для сравнения, на план Маршалла после Второй мировой Америка потратила 150 миллиардов за три года. На Украину Штаты потратили больше, чем последние два года отправили Израилю, Египту и Иордании вместе взятым. Это больше, чем стоимость Твиттера или телескопа Джеймс Уэбб. С такой точки зрения претензии республиканцев кажутся обоснованными, но все познается в сравнении. Военный бюджет в Америке составляет почти 2 триллиона долларов. То есть 66 миллиардов выделенных Киеву – это 4% от всех денег, которые США тратят на оборонку. Если посмотреть в процентах от ВВП, то цифра не такая уж и безумная. К примеру, Латвия и Эстония потратили на помощь Киеву более 1% от своих ВВП, а США – 0,3%. Как отмечает Майкл О'Хенлон, старший научный сотрудник Брукинского института, Штатам такие траты вполне по карману. Он считает, что Америка может еще долго поддерживать Киев, не причиняя какого-либо ущерба своей собственной экономике. Но в вопросах помощи Украине, к сожалению, работает не только экономика. В игру вступает политика и предстоящие выборы в США. И именно политика будет решать, получит Киев новый пакет помощи или нет. Особенно это касается наиболее жестко настроенных республиканцев. Они часто упоминают, что США могли бы поменьше тратить денег на Киев. Но эта позиция далеко не всех политиков США. Байден и лидеры Сената от обеих партий уверяют, что сделают все необходимое, чтобы Украина и дальше получала поддержку. Кот Джайлс из Штатов получил премию Хэмбоун. Коту ничего делать не пришлось, все за него сделали хозяева. Что это за премия такая и почему ее выдают животным, расскажу вместе с CNN. Премию Хэмбоун ежегодно вручают домашнему животному, который получил травмы при самых необычных обстоятельствах. Премию придумала компания по ветеринарному страхованию Nationwide Insurance. Награждая домашних животных за незаурядные страховые случаи, компания хочет показать, насколько полезна и может быть страховка для питомцев. А началось все как. Одна застрахованная собака закрыла сама себя в холодильнике. Пес просидел там несколько часов, а чтобы не скучать, полакомился окороком ко дню благодарения. От него осталась только косточка. Но история эта добрая, собака получила только легкое переохлаждение, а страховая компания, которая покрывала лечение пса, так впечатлилась, что аж учредила премию. Теперь каждый победитель получает бронзовый трофей в виде окорока, да и само название премии «Хамбоун» про окорок. Но вернемся к коту Джайлзу из начала нашей истории. Он жил со своими хозяевами Кейтлин и Ридом в квартире в Нью-Йорке, но однажды к ним нагрянули гости – родители Рида. Их разместили на складном диване и предупредили, что прежде чем диван складывать, нужно убедиться, что кота нет внутри. Когда настало время отъезда, в спешке и сборах про это правило благополучно забыли. Диван закрыли вместе с котом. Кот поранил морду, его пришлось везти к ветеринару, чтобы наложить швы. Сейчас с питомцем все в порядке, но он начал побаиваться складных диванов. Страховая компания решила наградить именно Джайлза, а конкуренция была нешуточная. Среди претендентов был лабрадор, который прыгнул с 11-метрового моста и попугай, врезавшийся в дверь. Одна из победительниц прошлых лет – собака Чоппер. Она настолько обрадовалась, что в дом пришли гости, что выбила оконное стекло. Владельцы кота Джайлза получили традиционный бронзовый окорок-трофей, подарочную карту и денежный приз. Его пожелания можно передать в боготворительную организацию, которая помогает животным. В комментариях можете поделиться, в какие переделки попадали ваши домашние питомцы. Но делитесь, пожалуйста, только добрыми историями. А я прощаюсь с вами. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok